Заметки Электрика Устройство на 4 или 6 цепей в зависимости от модификации, при помощи которых осуществляется присоединение устройств РЗА, устройств ралейной защиты или измерительных приборов ко вторичным цепям трансформаторов тока, а в некоторых случаях и ко вторичным цепям трансформаторов напряжения. Существуют испытательные блоки БИ-4 и БИ-6. Цифра 4 или 6 указывает на число пар полюсов блока, то есть количество коммутируемых цепей. Ну вот блок БИ-6, у него соответственно 6 полюсов. Вот у нас блок БИ-4, здесь соответственно 4 коммутируемых полюса. Также есть еще более модернизированные блоки с обозначением буквы М в конце аббревиатуры, но таких в обслуживании у меня нет. По техническим данным, что это номинальное напряжение 220 вольт, номинальный ток 6 ампер, также при заказе необходимо указывать климатическое исполнение блоков, а также вид присоединения внешних проводников. Переднее присоединение существует, вот как в данном случае, заднее присоединение шпилькой или задним винтом. А вот блоки испытательные БИ-4 с задним присоединением проводов. Вот выводы вверх и вниз. Здесь же выполнено общее заземление, общая точка заземления вторичных цепей трансформаторов тока. Вот пример установленных на панели защит трансформатора, три испытательных блока. Вот у нас БИ-4 для дифф-защиты 110 кВ, сторона 110 кВ. Это у нас БИ-6, дифф-защита со стороны 10 кВ. И это у нас БИ-4, это для защиты со стороны 10 кВ и для измерительных приборов. Испытательный блок состоит из корпуса, в углублении которого имеется два ряда пружинящих контактов. А также из съемной рабочей крышки с контактными планками, соединяющими попарно пружинящие контакты в каждой цепи, при вставленной в корпус рабочей крышки. К верхнему ряду испытательного блока подключают проводники, идущие уже непосредственно к трансформаторам тока. А нижним зажимом подключают проводники, идущие к крыле или измерительным приборам. При снятии рабочей крышки все четыре полюса у нас размыкаются, то есть вот эти контакты. И одновременно закорачиваются на вот эту внутреннюю пластину, которая соединена у нас с нулевой точкой, с нулевым выводом трансформатора тока и, соответственно, заземлением. То есть сейчас все четыре вывода блока замкнуты на вот эту контактную пластину. То есть получается, что при снятии рабочей крышки у нас одновременно закорачиваются все наши выводы, которые идут непосредственно на трансформатор тока. И мы можем смело уже проводить, производить какие-либо работы на реле, на измерительных приборах, зная, что у нас выводы трансформатора тока закорочены. Для чего это сделано, я уже рассказывал в отдельном своем видео про последствия обрыва вторичных цепей трансформатора тока. Если вкратце, то повышенное напряжение на выводах вторичной обмотки может привести к повреждению подключенных к ней устройств. В особенности это касается полупроводниковых приборов и различной электроники. Также повышенное напряжение может привести к межвидковому замыканию вторичной обмотки или пробою ее на корпус, что, соответственно, приведет к выходу трансформатора тока из строя. Ну и повышенное напряжение опасно в плане поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае ошибочного или самопроизвольного разрыва вторичных цепей трансформатора тока. Запомните главное и золотое правило. Тансформатор тока работает в режиме короткого замыкания, то есть его вторичная обмотка должна быть всегда замкнута накоротко или через малое сопротивление подключенных к ней устройств и приборов. Ну и вот, произвели какие-либо работы и можно вставлять крышку обратно до защелкивания. То есть вот здесь вот есть защелка и вот здесь снизу. Снимается крышка в обратном последовании. Нажимаются две вот эти защелки. Готово. Вот схема подключения испытательного блока в диф-защите. Это у нас трансформатор тока со стороны 110 кВт трансформатора. Это у нас реле РНТ, реле диф-защиты, уравнительные обмотки токовых цепей. Вот у нас второй блок, два БИ. Это у нас сторона диф-защиты, сторона 10 кВт. Сейчас рассматривать цепь диф-защиты не будем, а рассмотрим более простой вариант. Это у нас три трансформатора тока на стороне 10 кВт нашего трансформатора 110 на 10. То есть три трансформатора тока, вторичная цепь собрана в полную звезду. И это у нас нулевая точка, соответственно, которая у нас заземляется. Здесь у нас подключены реле максимальной токовой защиты в двух фазах 7 РТ и 8 РТ. Также у нас здесь имеется три токовых реле. Реле это для системы охлаждения, контроль потребляемой мощности трансформатора. Также здесь имеется защита от перегруза трансформатора. И после этих реле установлен у нас испытательный блок. После него установлено реле 2 РТ. Это защита переключения РПН и различные измерительные приборы. Сюда у нас входят амперметры различных фаз на панели управления. Счетчик электрической энергии, ваттметры и так далее и тому подобное. И вот, например, при работающем трансформаторе нам необходимо заменить какой-нибудь, скажем так, амперметр. Как я уже говорил, что вторичная монка трансформаторов тока должна быть всегда замкнута накоротка или через малое сопротивление подключенных к ней устройств и приборов. Реле там, приборов и так далее. Естественно, чтобы поменять амперметр, нам необходимо замкнуть выводы трансформаторов тока. Мы можем воспользоваться разными способами. Мы можем на обычном клеймике сделать закоротку здесь и проводить какие-либо работы в токовых цепях уже после закоротки. Но в данном случае установлен у нас испытательный блок. И вот с помощью него мы и произведем замыкание вторичных цепей трансформатора тока. То есть, снимаем у него рабочую крышку, у нас эти выводы закорачиваются между собой и на землю. И таким образом мы можем смело производить какие-либо работы после этого блока. Например, как я говорил, там заменить амперметры. После замены амперметра мы берем рабочую крышку блока, вставляем ее до защелкивания. Таким образом, применение подобных испытательных блоков – это удобно, это быстро, а главное – безопасно. Помимо рабочей крышки существуют еще специальные испытательные крышки, которые электрически соединяют испытательную схему или измерительные приборы с цепями устройств RZA. В отличие от рабочей крышки, испытательная крышка вместо контактных планок имеет контактные пластины, электрически соединенные с измерительными зажимами на внешней стороне крышки. И при включении испытательной крышки с заранее присоединенным к ней амперметром, например, последний включается в цепь, проходящую через блок, без разрыва данной цепи. Но подобных крышек у нас нет и никогда не было. Поэтому всегда обходились и собирали схему для проверки релейной защиты без них. Еще эти испытательные крышки называют контрольными штепселями. И также у них имеется обозначение ШК4 и ШК6. Также если по условиям эксплуатации испытательный блок должен длительное время находиться без рабочей крышки, то вместо нее в блок должна быть вставлена холостая крышка для предотвращения попадания пыли и мусора вовнутрь блока. Холостая крышка не имеет внутреннего выступа, контактных планок или пластин, и поэтому при своем включении сохраняет неизменное положение пружинничьих контактов блока. Холостая крышка должна отличаться от рабочей крышки цветом. Но холостые крышки еще имеют аббревиатуру КХ4 и КХ6. А холостых крышек, как и испытательных, за свой период работы я также ни разу не встречал и не видел. Но как-то нам этого особо и не требовалось. Конечно же, подобные испытательные блоки уже достаточно несовременные. И в настоящее время уже существуют различные аналоги. Например, от Вед Мюллер, Феникс Контакт. Но мне также пока не приходилось ими пользоваться. И ничего нехорошего, неплохого о них сказать не могу. Ну вот, в принципе, на этом и все. Я надеюсь, что я подробно рассказал вам про назначение, конструкцию и принцип работы испытательных блоков БИ. Если у вас остались какие-то вопросы, есть какие-то дополнения, то, пожалуйста, к вашим услугам форма комментариев. Также хотел бы задать вам встречный вопрос. Применяются ли на ваших подстанциях подобные испытательные блоки? Если применяются, то каких производителей? Все еще советские, отечественные или уже более современные? Если у вас установлены уже более современные блоки, то расскажите, пожалуйста, свои отзывы о том или ином производителе. Чем нравится, чем не нравится. Также у меня есть вопрос к проектировщикам. Применяете ли вы подобные испытательные блоки в своих новых проектах? Ну вот на этом, пожалуй, и все. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!